доброе утро крым доброе утро крымчане доброе утро всем кто сейчас смотрит нас сегодня мы вместе с нашими коллегами сделаем все возможное чтобы это утро было для вас не только добрым но еще и позитивным бодрым и конечно же информационно насыщенным именно тем более что с вами на связи артем андрановский и екатерина серюгина давайте быстренько просыпаемся на часах ровно 8 а это значит что настало время ну не только приводить себя в порядок но и хорошенько зарядиться позитивом а главное узнать что-нибудь полезное и об этом мы конечно же узнаем из нашего анонса что же нас ждет удержать бизнес на плаву власти крыма обновили список предприятий которые смогут вернуться к работе в мае кому разрешат возобновить деятельность узнавала татьяна балыкина настоящий джентльмен аккуратен во всем гардероб не исключение о том как навести порядок в шкафу расскажет александр кононов сохраним здоровье и фигуру полезные советы в рубрике зарядка чемпиона детский парк на самоизоляции чем занимаются сотрудники как чувствует себя животные и какие сюрпризы ждут юных гостей парка после улучшения пид-обстановки расскажет анастасия бойко включение из евпатории ялты керчи и симферополя самые актуальные новости полуострова все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу утра нового дня оставайтесь дома ну что же день начинается все живое так скажем просыпается артем кстати как твое утро сегодня прошло раз утра прошло потрясающе спасибо что спросила как раз хотел поделиться вероятно ночью прошел дождь и вот это это сочетание даже голубого неба но свежего влажного воздуха это нечто невероятное кстати уважаемые друзья между прочим для этого совсем не обязательно ехать на работу рано утром достаточно просто делюсь секретом встать пораньше открыть окошко вот смотрите прямо обеими руками и вдохнуть полные легкие свежего весеннего воздуха слушай но это очень здорово на самом деле мне вот сегодня утром тоже было достаточно так легко проснуться хотя для меня это дело не легкая но сегодня было особенно позитивно и особенно хорошо так что я думаю что дождь и да тоже в этом сыграл свою роль конечно да и не просто так знаешь когда едешь с какой-то целью можно проснуться и пораньше знаю что тем более нам есть что рассказать а главное показать вот кстати про показать между прочим знаешь кое-где в крыму расцвели краснокнижные пионы а где же они расцвели расскажи да я лучше сделаю прямо сейчас как и обещал вам это покажем и так смотри во первых какая красота до зрелище действительно очень красивая алый цвет живой настоящий но вот есть один минус между прочим знаешь почему не попали в красную книгу почему потому что человек постарался но в общем-то как обычно раньше они по крыму росли достаточно много где но вот именно потому что они алые насыщенные красивые да по-настоящему весенние их видимо срывали дарили любимому может быть и особенно любимым людям его теперь цветок достаточно редкий кстати ты знаешь что на самом деле пион это символ любви причем речь идет не всегда об отношениях между мужчиной и женщиной но также о такой семейной гармонии так что дарите друг другу пионы но конечно же не краснокнижные которые мы сейчас видим на наших экранах тем более что их можно дарить таким же образом как мы их дарим вам просто показывая рассказывая я вам расскажу где они находятся просто чтобы можно было привести и не срывая показать они располагаются на востоке нашего полуострова поэтому когда можно будет двигаться когда настанет время обязательно съездить и посмотрите надеемся что застанете да потому что они начинают появляться в апреле и цветут до июня так что время еще есть чтобы полюбоваться но все-таки соблюдаем режим самоизоляции не забываем об этом тем более что расскажу вам по секрету количество патрулей скорее всего увеличится поэтому лучше сидеть дома если у вас нет уважительной причины покинуть свое помещение а знаешь почему увеличится почему интересная новость дополнят патрули казаки и возможно муниципальные депутаты но это на самом деле очень интересная идея потому что вот что значит прикладная ответственность конечно же в любом патруле будет еще и сотрудник органов ну элементарно для того чтобы он мог записать составить протокол и объяснить почему ты не прав но вот количество вырастет ну слушай с депутатами это особенно интересно так скажем еще ближе к народу к своим избирателям максимально близко особенно учитывая что вероятно иногда придется немножко ловить потому что это точно да те все-таки нарушители режима самоизоляции наверное предпочитают двигаться аккуратно и в потемках но вообще есть хорошие новости для тех кому предстоит все же ездить на работу вот как нам с тобой да или работать на достаточно важных предприятиях увеличится объем производства и масок но вот видите как все справедливо патрули растут на вместе с ними маски тем более что совсем скоро могут вести масочный режим да это действительно очень хорошо потому что до сих пор не в каждой аптеке можно действительно найти маску но это очень важный атрибут при нынешней обстановке да и тем более если маску купить нельзя то нужно как минимум знать как ее правильно пошить какой материал в конце концов подходит какой не подходит но главное как сделать ее так чтобы она не свисала как скорее знамя а действительно закрывала лицо и выполняла свою функцию да это точно ну мы вот недавно поговорили о цветах ну и главные цветы жизни наши это кто так ну давай подумаю на главные цветы жизни но наверное нужно сказать дети конечно же это дети и у нас есть очередная новость связанная с детьми находчивые родители построили для своих малышей скейт-парк во дворе и мы сейчас можем это увидеть на наших экранах родители установили спортивное снаряжение вручили своим детям шлем и помогли разучить первые элементы ну дети по моему были явно в восторге от этого слушай вот по моему это очень классно я бы в детстве с удовольствием бы покаталась на таком скейт-парке да это не то чтобы здорово это еще и правильно элементарно во первых не теряете время сидя на самоизоляции во вторых родитель может контролировать безопасность ребенка в обучении этому непростого экстрим спорта потому что вспомнил историю из детства мне купили первый скейтборд как любой молодой джентльмен я обязательно побежал пробовать через 15 минут я свалился так что на скейтборд больше не становился длительное время и все потому что ездил по неподготовленной для этого поверхности так что здесь родители большие молодцы поощряют увлечение чем-то не совсем безопасным правильно да и самое главное что вот для такой площадки они в принципе использовали как мы видим такие подручные средства вот так можно преображать даже ненужные вещи и делайте с них очень даже полезное кстати артем вот расскажи а ты перебираешь вообще свои вещи дома и как часто если да ох признаюсь тебе честно совсем не часто но не потому что я неряха нет 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 потому что у меня их не так уж и много но я знаком с людьми для которых это прям большая проблема потому что вещей много они на разный сезон далеко не все подходят сочетаются до целая наука правильно составить гардероб а я вот использую метод трех пакетов ты слышал вообще о таком методе так это когда ты достаешь три своих пакета из пакета для пакета да это конечно обязательно а дальше ну а дальше вот расскажи пожалуйста не могу угадать слушай если бы ты знал то наверняка я бы думала что ты смотришь мой сюжет но на самом деле я всю жизнь уже как-то рассказывала это очень хороший метод во первых нужно перебирать вещи раз в месяц так советуют специалисты но и три пакета до использовать первый пакет вы туда складываете вещи которые уже совсем непригодны так скажем для использования и в их их вы отправляете на выброс следующий пакет можно отправить на благотворительность эти вещи которые еще в достаточно хорошем состоянии но вам уже не очень нужны и третий пакет вы можете отправить своим друзьям также те вещи которые вам где-то не подходит где-то разонравились но они еще в очень хорошем состоянии и их можно отправить своим друзьям они могут поделиться чем-нибудь с вами такой вот очень хороший метод есть но глубже в этой теме разобрался наш корреспондент александр кононов и мы сейчас посмотрим его сюжет на эту тему один из признаков джентльмена это порядочность во всем и даже в гардеробе а самоизоляция это прекрасный повод для того чтобы перебрать свои вещи и аккуратно их разложить наверняка у каждого есть такие вещи которые он не носил лет пять а то и десять а может быть и вообще забыл об их существовании с ними нужно расставаться внимание следующая сцена содержит много эмоциональных порывов и душевных терзаний особо впечатлительным просьба прильнуть к экрану всем привет я дочек привет дочек привет женек пойдем гулять нет самоизоляция забыл что ли ну и ладно пойду гулять сам поддает э вы что тут собрались гулять пять тысяч штраф по боям сидите дома и не нарушайте самоизоляцию после того как вы опустошили все полки и выкинули ненужные оставшиеся вещи следует скомбинировать по цветовой гамме и стилю то что не подошло убрать до лучших времен оставшиеся и есть капсульный гардероб универсальная темно-синяя пайта белая футболка сочетается с этими джинсами также сюда подойдет и гольф ну а для парадного выхода рубашка для завершения образа можно добавить немного аксессуаров в виде ремня часов или очков а напоследок не стоит забывать и про обувь тут будут уместны черные туфли белые кроссовки лично я предпочитаю черно-белые кеды а те кто сомневается в правильности подбора комбинации могут обратиться к профессиональному стилисту здесь достаточно активный принт и он немножко знаешь все таки идет в такую стрит стайл рубашки кстати отличные рубашки по моему все будут сочетаться со всеми с темными брюками и со светлыми и с джинсами используя его рекомендации вы справитесь с этой задачей максимально быстро такой гардероб и место вам сэкономит и вещи лежат аккуратно и время вы много не потратите собираясь на работу александр кононов евгений гарбузов утро нового дня ну вот такой действительно полезный сюжет мы посмотрели но какое представление саша кононов с носками устроил поэтому это просто нечто и это что-то из разряда шел энный день самоизоляции да и самое удивительное что александр то не на самоизоляции он выполняет свою работу но видимо даже короткий период времени заставляет носки начать разговаривать что отлично я вообще знаешь глядя сюжет задумался такой вот вещи люди постепенно вот преображают свой гардероб что-либо делают в конце концов даже языки учат и я полагаю что когда этот период закончится все выйдут куда более подготовлены но представляешь первый день когда все можно уходить в город и все уже правильно одеты какими-то дополнительными знаниями и навыками приходят и разговаривают по-испански и итальянские делятся какими-то самыми интересными новостями между прочим если смотрят нас то тем более в курсе всех этих новостей ну и вообще проводит время прекрасно да действительно самоизоляция открыла нас намного для нас намного больше возможностей я смотрю что и больше людей несмотря на то что спортзал оказалось бы закрыты но больше людей начали заниматься спортом выкладывают в соцсети свои тренировки друг с другом так скажем соревнуются и по моему это здорово несмотря на то что до самоизоляция но дома можно заниматься полезными делами в конце концов сделать уборку перебрать все свои вещи и да может быть развить новые навыки научиться рисовать петь или то о чем вы так давно мечтали тем более что на это есть время да и как говорится именно дефицит порой рождает спрос вот когда свободного времени либо даже свободы передвижения было слишком много как-то и двигаться особо не хотелось а сейчас на своем примере знаю просидел дома пару дней обязательно хочется совершенно верно ты сказала заняться спортом да в конце концов уже просто мечтаем пройтись по парку да это действительно но вот кстати мой муж например начал играть на гитаре в это время и по моему это очень здорово и мне это например очень нравится я начала больше играть на фортепиано так что вот больше времени тоже и на это появилось и это классно слушай так возможно в будущем появится музыкальный дуэт возможно да почему бы нет рожденный вот в такой тяжелый период да и первый альбом можно назвать самоизоляция не знаю как либо чума знаешь но это даже даже слишком круто я хочу сказать но знаешь что еще круто еще круто это заботиться о своих близких и не обязательно о родственниках а тех кто элементарно находится рядом и нуждается в нашей помощи например в данном случае я говорю о группах риска тех людях которым особенно важно сидеть дома никуда не двигаться ну и в принципе не выходите особо ни с кем не контактировать да но таким людям сейчас приходят на помощь волонтеры и подробнее об этом мы сможем узнать у наших корреспондентов из керчи как только они появятся сразу с ними поговорим сейчас вовсю готовится чтобы рассказать нам о том как с этим обстоят дела у них но знаешь мне даже интересно сейчас узнать занимаешься ли ты чем-нибудь подобным вот давно ли навещала бабушек дедушек ну бабушка у меня довольно далеко живет поэтому не навещала я ее уже давненько но хотелось бы конечно уже с ней встретиться но вот и к родителям тоже мы заходим намного реже потому что все-таки хочется ограничить их от безо ну от небезопасности до которую мы можем нести поэтому к сожалению наоборот и меньше стало с ними встречать знаешь ситуация идентичная но я считаю что это правильно конечно скучаем все безумно но поступаем правильно лучше какое-то время подождать зато потом не стесняясь обнять знаю что ничем не угрожаешь но зато есть возможность передать привет своим родным и близким и знаете не только так как это делаю я через телеэкран а элементарно созвонившись но кстати про связь все-таки настало время связаться с нашими коллегами из города керчь и узнаем как там все вам обстоят дела и сейчас нами на связи наш корреспондент кристина красюк доброе утро кристина да коллеги доброе утро я рада вас вновь приветствовать мы продолжаем выходить в прямой эфир с площадки ресторана галеон с видом на керченский пролив и крымский мост больше месяца в крыму действуют ограничительные меры пенсионерам в этот период помогают волонтеры добровольцы с первого дня самоизоляции доставляют пожилым керчанам медикаменты и продукты к нам в гости сегодня пришла руководитель местного волонтерского штаба виктория зароская виктория здравствуй спасибо большое что к нам пришла расскажи много ли желающих воспользоваться такой услугой ну на данный момент у нас отработано более 500 заявок и звонят в день по 5-6 человек звонят и просят помощи потому что не могут выйти из дома самостоятельно а скажи а что просят сделать это какие-то покупки или может еще какие-то просьбы есть в основном вынести мусор купить продукты лекарства либо получить по рецепту льготные лекарства заплатить за коммунальные услуги а какие продукты вот в основном просят я даже не могу ответить но разные продукты бывает такое что даже и корм для кошек можно попросить а можно и там хлеба молока то есть то что именно данный момент необходимо я так понимаю подопечных и работы много а скажи а волонтеров много то есть сколько сегодня в вашем ваших рядах волонтеров и вы много ли желающих вот помогать на данный момент 40 волонтеров которые активно работают и 10 из них автоволонтеров вот сейчас также мы ищем поддержку автоволонтеров бензином было бы были бы рады но так я понимаю волонтеры вот как-то вот за период этот самоизоляции добавляются вот просят тоже участвовать в таких вот проектах до просились но на самом деле их достаточно мы успеваем обрабатывать все заявки поэтому мы не набираем слишком много это ну ни к чему меньше риска а как керчане реагируют вот как они узнают вообще о том что то есть такая услуга ну мы разве сшивали флеера с единым номером горячей линии а вот в основном оттуда либо в сми аска расскажи вот я ну да вот я так понимаю вы много контактируете да с людьми много в разъездах а расскажи как у вас дезинфекция происходит дезинфекция это каждое утро все волонтеры являются на единый волонтерский штаб измеряют свою температуру смотрим на самочувствие самого волонтера после чего он берет заявки берет средства защиты маски и перчатки антисептик и отправляется на заявочку естественно дистанция то есть мы никак не контактируем заявителем это полтора метра пакет мы ставим под дверью и просто ну отходим контакт запрещен а скажи а как пожилые все-таки соблюдают у нас режим самоизоляции действительно не выходят ну большинство да поскольку обращаются не действительно боятся боятся заразиться то есть очень ответственно к этому подходит даже открывая дверь в маске вот поэтому да молодцы а как вот можно вода еще узнать как обычно вот куда помимо вот вот этого момента волонтерские волонтеры работают вот в обычный период в обычный период но у нас очень много социальных проектов это и помощь детским домам города керчь и бабушек ветеранов курируем то есть у нас ну большой спектр работы у нас есть большие проекты массовые мероприятия все все что интересно все делаем вик спасибо большое за беседу коллеги ну я передаю слово вам спасибо спасибо большое вам коллеги желаем вам замечательного дня но слушай артем действительно это очень здорово что вот во все времена есть люди которые помогают друг другу как волонтеры это очень похвально очень здорово конечно очень важно что между нами не теряется связь кстати вот о связи прямо сейчас хочу заглянуть скажем так в гости на огонек нашим коллегам с радио поздороваться узнаем как обстоят дела доброе утро дмитрий но сейчас общаемся с нашими коллегами с телеканала пир крымский доброе утро доброе утро да снова доброе ну рассказывайте что обсуждаете что мы обсуждаем предполагаемое введение с 12 мая обязательного масочного режима на территории всей республики как готовы аптечные торговые сети к этому готовы ли морально и психологически сами крымчане ну а вы как готовы маски с собой маски все есть у нас с нами как раз таки этот вопрос обсуждает спасибо за то что появилась в студии как раз таки наш депутат государственного совета и руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения анна рубель вот как раз не обсуждаем все эти нюансы связаны с обеспечением масок нашей аптечной сети мы еще правда до этого не дошли вот сейчас к этому как раз вернемся после разговора с вами очень интересно тем более что вопрос важный но о том как маски самим шить расскажете если крымчане все же где-то не смогут их достать да конечно же если есть швейная машинка если есть резинка если есть волокно специально или даже просто марли несколько слоев многие складывают и делают это конечно дома но вот сейчас дефицит тем не менее ну он все сокращается и сокращается и уже можно и во многих торговых сетях купить маски и в аптеках все-таки выясняем по какой цене прекрасно а потом обязательно нам расскажите ну что же спасибо а вам желаем хорошего эфира спасибо ребят спасибо вам большое ну что же а в продолжении хочу рассказать о радиоведущих но уже в швеции они создали мини ресторан на одного гостя представляешь как это так интересно пока не могу представить расскажи подробнее получается они поставили столик в поле просто в поле и доставляют еду конечно же не официанты не они но по веревочке спускают блюда продукты и человек таким образом не нарушает вот эту социальную дистанцию и на самом деле этот ресторан уже будет работать до 1 августа это точно и почти на каждый день уже расписан этот столик вот настолько много желающих посетить такое замечательное место но за столиком обязательно нужно сидеть одному да только одному а если ты хочешь пригласить кого-то на романтический ужин можно попросить поставить столик в соседнем поле слушай но я думаю что ужин романтический не получится в таком случае знаешь ну всегда есть выход в конце концов романтический ужин можно устроить дома да это точно тем более что магазинов сейчас много выйти в ближайшие можно да и вообще ходят слухи что вот буквально в этом месяце уже несколько изменится планы работы некоторых предприятий а каким образом изменится так ну как тебе сказать я вот прямо не знаю но знаю кто знает наверняка знаешь почему потому что лично съездила поговорила и проверила я говорю о нашем корреспонденте татьяне балыкиной и в ее следующем сюжете узнаем как начнут работать в мае предприятия закрытые двери и таблички с надписью аренда на месте когда-то популярных заведений весна 2020 ощутимо ударила по бизнесу и пока одним предпринимателям пришлось приостановить производство другие спасаются как могут рестораны общественного питания вручает доставка дистанционно из колл-центра заказ приходит шеф-повару на кухню и сотрудникам на кассу готовый продукт упаковывают и передают курьеру доставляют еду вот таких термосумках чтобы довести клиенту еще горячей в таком режиме общепиты работают второй месяц подряд во время вынужденных каникул появилась возможность изучить потребности клиентов и обновить меню мы проговорили все со всеми поставщиками чтобы у нас был определенный запас мы сразу просчитали что у нас где будет какой-то спад спад в любом случае был вот но мы постарались минимизировать абсолютно все затраты и сделать так чтобы гость не заметил того что у нас есть какие-то проблемы бизнесмен анатолий тарасенко уже сейчас понимает после кризиса не все его офисы вернуться к работе только за один месяц турфирма понесла миллионные потери но надежды заработать не теряет делает ставки на летний сезон готовим вот даже некие туры эконом сегмента потому что понимаем что возможно покупательная способность людей где-то снизится то есть мы реалисты и поэтому сейчас вот готовим почву и надеемся что очень скоро все все закончится николай казаченко перепрофилировал свое производство за считанные дни вместо одежды в цеху шьют медицинские маски временная альтернатива помогла защитить бизнес от кризиса как минимум рабочие места сохранили зарплаты сохранили и коллектив не распустили есть конечно интернет продажи то есть это неоднозначно есть но они упали например если было сто процентов то час на сегодня 15 20 максимум если не заработать то хотя бы удержаться на плаву следует этому принципу и вячеслав ситников он занимается ремонтно-строительным бизнесом как только объявили режим повышенной готовности сотрудников перевел на удаленную работу если раньше мы занимались ремонтами квартиры скажем так в большем объеме то сейчас это резко сократилось то есть раньше мы могли одновременно вести там пять шесть семь объектов то сейчас это 12 вырученных средств хватает только на аренду помещения и зарплаты сотрудникам чтобы помочь предпринимателям крымское правительство разработала новые меры поддержки было выделено более 200 миллионов рублей на то чтобы выдавать как раз кредиты нашим предпринимателям под льготный процент было принято решение по муниципальному и государственному имуществу освободить наших крымских предпринимателей от выплаты данной арендной платы в апреле и я думаю что эта мера сохранится еще и на май 1 мая с вынужденных каникул вернулись салоны красоты сервисные центры отелье химчистки магазины автозапчастей и стройматериалов татьяна балыкина евгений гарбузов утро нового дня ну что же вот так наш бизнес приспосабливается к нынешним реалиям но наши коллеги с радиостанции море подали нам несколько идей как же развлечься можно на самоизоляции сейчас мы это сможем увидеть на наших экранах интересно действительно чем занимаются наши коллеги ну а главное как можно провести время самому может быть пару дней действительно подхватим действительно вот мы видим как они улучшают так скажем свои навыки кто-то не даже в первую очередь кто-то поднимает себе настроение так ну вот и знаешь батут дома идея конечно потрясающая но я наверное скорее отношусь к тем людям кто поспал да ну вот смотри кто-то играет на музыкальных инструментах как мы уже говорили главное чтобы это происходило не рано утром или поздно вечером вот кстати смотри как наш коллега воля найс проводит время потрясающе играет дженгу сама собой вот тут интересно когда проигрываешь одновременно и побеждаешь не знаю даже слушай но в любом случае это интересно и кстати ты знаешь что возросли продажи именно настольных игр потому что конечно же на самоизоляции люди этим чаще занимаются да потому что порой либо играешь в настольные игры либо вот рвешь бумагу но ничего это тоже наверняка увлекательно а вот и вход пошел другой музыкальный инструмент фортепиано тоже замечательно вообще очень рад тому что скучая по любимой работе люди не унывают а напротив стараются вернуть себе это ощущение деятельности чего-то прекрасного вот в том числе ухаживают за домашними любимцами даже если это растение да это тоже очень полезное дело я вот недавно купила себе растение и она почему-то засохла хотя и поливала его все нужно как по инструкции делала но не прижилось ты его водой или сладким чаем поливала конечно водой нужно будет кстати у коллег узнать как они все-таки следят за растениями ох ладно да расскажу по секрету тебе дома завели на самоизоляции целый домашний сад но поскольку я человек кулинарных пристрастий конечно там основном пряные травы и вот на самом деле никогда эту страсть не понимал но привязываешься к зеленым любимцам просто с невероятной силой поливаешь их следишь за ними нюхаешь и это такое удовольствие особенно например когда вырастает собственная мята поэтому вот этот способ развлечения себя и принесения в свою жизнь чего-либо полезного рекомендую всем слушай но это полезно наверное потому что точно знаю что это без каких-то химикатов без чего-то неполезного до выращено своими руками верно но и у этого есть определенные минусы настолько привязываешься к своему зеленому другу что потом его жалко срезать и добавлять в еду хотя порой ну очень хочется особенно мяту потому что пахнет потрясающе да это точно ну что же вот так мы увидели как проводят свое свободное время наши коллеги и журналисты а сейчас у нас уже есть прекрасная возможность пообщаться с артисткой крымской государственной филармонии такая возможность есть но прежде всего не хочу упустить свою возможность рассказать тебе о том что на самом деле меня точно также тянет заниматься творчеством именно поэтому я рад что у нас есть возможность сейчас не только поговорить но и внимательно послушать потому что прямо сейчас у нас на связи прекрасно гости юлия соловянчик артистка крымской государственной филармонии доброе утро доброе утро доброе утро но рассказывайте как проснулись в такое ранее все еще время сложно если честно таким графиком я уже привыкла просыпаться немножко позже наслаждаться а вот расскажите кстати как у вас проходит вообще в принципе день какой у вас сейчас распорядок и какое место в этом распорядке занимает как раз таки репетиции стали вы чаще репетировать или наоборот реже хочу сказать что репетирую я также на самом деле я много занимаюсь как раз сейчас появилось очень много времени для того чтобы сам развиваться для того чтобы уделять время музыки подбора репертуара конечно же музыка прекрасно соседи наверное рады потому что тоже сидят дома слушают прекрасную музыку но раскрыть пожалуйста хотите ли с нами поделиться немножко творчеством своим да конечно что исполните а я сегодня исполнил песню марка бернеса журавли скажу честно не терпится уже послушать хочу услышать а потом продолжить разговор если позволите мне кажется порою что солдаты скраба в их не пришедшие полей не землю нашу полегли когда-то а превратились белых журавлей они до сей поры с времен сердца летят и подают нам голоса не потому так часто и печально мы замолкаем глядя в небеса летит 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 по небу клин усталый летит в тумане на исходе дня и в том строю есть промежуток малы быть может это место для меня но станет день из журавли на стаи я поплыву в такой же сизы мгле из-под небес по птичьей окрикая всех вас кого оставил на земле потрясающе если честно даже несколько перехватила дух потому что эта песня на меня действует особенно да спасибо вам большое за такое прекрасное исполнение но хотелось бы еще у вас узнать вот многие артисты сейчас так скажем перешли в соцсети и дают там концерты расскажите как вы к этому относитесь и сами как в соцсетях даете концерты или нет делитесь ли своим прекрасным голосом с подписчиками знаете я отлично отношусь к этому я сама сейчас захожу и смотрю онлайн концерты для меня это наверное что-то новое потому что сейчас весь мир он перешел просто на другой формат формат онлайн по сути вот если посмотреть как только не зайдешь в инстаграма любые паблики любые известные медийные личности они разыгрывают марафоны онлайн концерты семинары просто делают видео трансляции конечно за этим всем интересно наблюдать и на самом деле не хватает столько времени чтобы все это охватить вот но я допустим не даю онлайн концерт потому что я наверное больше занимаюсь работой вот конкретно допустим я дополнительно еще преподаю сейчас и у меня время уходит на преподавание вот кстати расскажите пожалуйста вот сейчас еще многие вдохновляются и загораются сами желанием например петь кто-то возможно давно об этом мечтал с чего нужно начинать так скажем новичку с чего стартовать вот ваши буквально пару советов наверное определиться с тем что ты хочешь петь сходить на прослушивание узнать свои возможности и реализовывать их по мере сложностей каких-то ну то есть да когда мы понимаем уровень своей музыкальной подготовки мы понимаем с чем работать ну соответственно человек прорабатывает какие-то моменты совершенствуются ну что же спасибо за советы самому захотелось петь если честно если позволите настаиваю обязательно делитесь своим прекрасным голосом в социальных сетях ну а я напоминаю что у нас была артистка крымской государственной филармонии юлия соловянчик и подарила нам прекрасную композицию спетую ну просто как говорится от души спасибо спасибо большое крепкого здоровья вам желаем артем вы знаешь до чего доводит самоизоляция представляешь одна учительница учительница биологии и естествознания начала читать рэп читать рэп на биологические темы конечно же на биологические темы и таким образом она доносит информацию до своих учеников а дети как мы знаем они наверное первыми устают от каких-то формальностей в принципе дистанционное обучение это все равно какие-то сложности и таким образом им легче воспринимать материал вот в таком стиле рэп и действительно эти ролики учительница не только отправляет своим ученикам но еще и выкладывает в соцсети эти ролики набирают большое количество просмотров несколько тысяч и она действительно вот таким образом стала популярной но обязательно гляну стало интересно хоть и не могу сказать что я большой фанат данной специфики но знаешь в чем она права на сто процентов то что комфортные условия являются пожалуй что определяющим фактором того как качественно ты выполняешь свою работу или доносишь информацию или даже ее воспринимаешь вот мы можем донести свою информацию хорошо в первую очередь потому что находимся в нашей комфортной уютной а главное ну что сказать уже по-настоящему торжественной студии и за это между прочим в том числе за то что мы вот сейчас стоим перед вами на экране здесь и это рассказываем хочется сказать и выразить благодарность нашим партнерам утреннего эфира greenwood development спасибо да действительно в этой студии нам хорошо уютно но вот наши коллеги уже что называется полях это точно между прочим конкретный коллега стефан филатов сейчас в городе расскажет нам как обстоят дела стефан доброе утро доброе утро артем катя с утром нового дня всех телезрителей кто уже проснулся и присоединился к нашему эфиру я уже самого утра ну вернее сейчас утро еще продолжается тем не менее порядка часа наверное гуляю уже по улицам симферополя проверяя обстановку атмосферу собирая специально для вас самые актуальные новости и сейчас с вами ими и поделюсь ну во первых надо начать с того что день сегодня обещает быть прекрасным как минимум из-за погоды потому что сегодня ожидается в симферополе до 17 градусов тепла уже выше 10 градусов очень даже тепло сейчас как многие из вас уже наверное обратили внимание я нахожусь в гагаринском парке возле монумента возле вечного огня возле братской могилы безымянного солдата маска спадает простите самоизоляция прежде всего но должен быть обязательно закрыт так вот переходим к делу и пришел сюда и не просто так дело в том что коммунальщики сейчас обновляют парковые территории обновляют и конечно же монументы военных лет и только посмотрите как они сейчас выглядят выглядит это все очень достойно красиво ухоженно тем не менее вот за моей спиной вы можете обратить внимание коммунальщики работают до сих пор видимо будут наводить здесь лоск и на этой территории кстати не так давно высадили порядка трех тысяч однолетних цветов сейчас и их вам покажу только посмотрите какая красота все цветет пахнет все ухоженно страна и крым симферополь конечно же готовится к главному празднику до которого остались считанные дни до дня победы осталось всего три дня уже совсем скоро будет то чего многие из нас ждут конечно условиях самоизоляции не забывайте про нее он тем не менее во всех акциях которые только существуют которые были раньше кстати многие тоже добавились можно принять участие в режиме онлайн поэтому ничего не испортит такую великую дату напоминаю 75 лет великой победе на этом мое включение подходит концу я еще впереди с вами встречусь расскажу еще кое-что актуальное полезное интересное но пока что коллеги передаю вам слово спасибо стефан вижу тем более что наш бравый коллега уже готов грядущему празднику потому что выглядит потрясающе знаешь вот такой карантинный режим настолько стильный это правильно но да в одном он точно прав что несмотря на режим самый изоляции несмотря на то что сейчас происходит все таки празднику быть более того наш канал тоже готовит кое-что специальное поэтому оставайтесь на связи дальше вам расскажем более подробно да но действительно наши корреспонденты сейчас можно так сказать наши глаза и уши во время режима самоизоляции но а тем временем в соц сетях у нас новый флешмоб так ну-ка что в этот раз что-то поджигают что-то замораживают нет этот флешмоб связан с творчеством с прекрасными как мы сейчас можем наблюдать люди начали копировать знаменитые картины вписывая себя в воображаемые сюжеты прямо дома получается что ищешь полотно которое тебе нравится и превращаешь свою квартиру свою комнату студию что угодно максимально похожую копию ну ты знаешь максимально похожую сказала моментально увидел прекрасно лабрадора который позировал на фоне позировал будто бы картина но очень правильно я считаю очень правильно потому что это не только весело но еще и несет себе просветительский характер согласна да действительно я считаю что вот таким образом картины в принципе искусство вышло на какой-то новый уровень и стала более популярным даже возможно благодаря этому флешмобу и действительно мы можем видеть что люди используют буквально подручные средства и это прекрасно что можно вот так воплотить картину самое главное что вот посмотрев на эти фотографии на зритель заинтересуется не только фотоработой но и действительной картиной возможно найдет ее в поисковике возможно даже скачает себе а если повезет даже распечатает этот очень правильно ждем когда такой же тренд коснется и музыкальных произведений ну а возможно даже и произведений прозы и поэзии кто знает что-то интересное может получиться не то чтобы настаиваю но предлагаю ты можешь начать такой флешмоб почему бинет могу начать я могу несколько постесняться посмотрим тем более что все же чтобы заниматься такими вещами нужно быть достаточно смелым но вообще между прочим смелость наверное растет из уверенности да это точно и на самом деле как мы увидели быть так скажем богини или принцессой на картине можно даже не выходя из дома и наша следующая рубрика тому очередное доказательство что красота не требует каких-то невероятных жертв а просто немножко времени и сейчас мы убедимся в этом ну-ка смотрим носогубные складки это естественные изменения строения лица которые связаны с нашей мимикой чем больше вы улыбаетесь тем быстрее они проявляются кроме того носогубные складки более выражены у очень стройных девушек поскольку подкожного жира у них гораздо меньше спровоцировать появление носогубных складок могут также резкое похудение более 5 килограммов привычка спать на животе и обильное питье перед сном в сегодняшнем ролике мы поговорим о том как можно бороться с носогубными заломами без уколов и хирургического вмешательства за носогубные складки отвечают мышца поднимающая верхнюю губу и крыло носа мышца поднимающая верхнюю губу мышца поднимающая угол рта вместе они составляют квадратную мышцу всей губы спазмированные укороченные сколовые мышцы подергивают среднюю часть носогубной складки оттянутая к низу мышца опускающая угол рта создает нижнюю часть носогубок если мышцы в гипертонусе то их надо разглаживать и расправлять для этого есть несколько массажных приемов и упражнений о которых мы и расскажем все упражнения можно выполнять как стоя так и сидя перед началом обязательно вымойте руки и очистите лицо контролировать технику лучше перед зеркалом упражнение номер один сильно надуйте щеки и медленно выпустите воздух повторите 20-30 раз упражнение номер два указательные пальцы ставим рядом с уголками глаз большие у крыльев носа слегка зажимаем мышцу на 30 секунд сразу с двух сторон это может быть не очень просто чтобы облегчить задачу можно выполнять салфетками спустя полминуты опустите мышцы и растяните пальцами зажим в течение двух-трех секунд упражнение номер три после второго упражнения без промедления переходите к третьему откройте рот как будто вы пытаетесь очень четко произнести звук о поставьте указательные пальцы у крыльев носа там где начинается залом чтобы найти эту точку достаточно улыбнуться и начинайте массировать эти точки в течение минуты таким образом как будто хотите отодвинуть их от носа упражнение номер четыре это упражнение стоит пропустить тем у кого на лице есть купероз всем остальным можно выполнять исходное положение как в предыдущем упражнении указательные пальцы возле крыльев носа рот открыт в звуке о но теперь мы еще дополнительно будто бы роняем голову на пальцы и продолжаем массаж в течение минуты при регулярном выполнении вы начнете замечать как носогубки исчезают с вашего лица и конечно же лучше всего эти упражнения действуют в комплексе с работой на шею и осанку надеемся видео было для вас полезным спасибо за просмотр и помните вы прекрасны а мы лишь помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту артем расскажи ну вот ты часто делаешь заказы через интернет нет вообще не делаю фактически представляешь одна девушка заказала себе один килограмм картофеля сейчас-то очень актуально и популярно но к ней домой приехал не пакет не мешок картошки а один экземпляр он был такой гигантский он весил один килограмм и девушка назвала его даже потейта дзилла от слова картошка и годзилла то есть ей пришла килограммовая картофелина да я просто не представляю как она чистила эту картошку так я даже не представляю что она с ней делала наверное оставила нетронутой но вот что мы не можем оставить нетронутым так это нашу следующую рубрику очень спешим вам показать и рассказать какие там новости попадают в сеть житель англии придумал новый способ соблюдения самоизоляции маску которую он никак не мог надеть заменил собственной бородой после чего 64-летний байкер стал похожим на анимационного персонажа что его совершенно не смутило главное удобно конечно такой аксессуар получится носить не всем но идея стоящая пандемия как время ставить рекорды два друга из сша в течение 30 секунд перебрасывали друг другу надувной мяч приятелям удалось сделать 84 паса этот результат тянет на рекорд видео отправили на рассмотрение в гиннесовский комитет открыть свой аквапарк не проблема в нидерландах папа сделал настоящий подарок своему ребенку для этого ему потребовалось немного фантазии и вот двухлетний малыш мчится по воображаемой горке милый видеоролик собрал большое количество просмотров и стал пособием для родителей которые уже не знают как развлечь своих детей в китае детям вновь разрешили посещать учебные заведения однако правила соблюдения дистанции никто не отменял руководство школы выдало каждому необычную шляпу по их словам такие головные уборы должны помочь соблюдать нужное расстояние выглядит это достаточно комично если вам срочно нужно выйти в магазин но дома не нашлось защитной маски и это видео для вас житель испании открыл новую а главное полезную функцию прозрачной крышки от сковородки мужчина закрепил ее перед своим лицом с помощью капюшона простой лайфхак для всех кто боится заболеть деликатес не по размерам морская свинка намучилась со своим любимым лакомством большая морковь никак не проходила в доме грызуна вместо того чтобы помочь своему любимцу хозяева просто засняли процесс на видео проблему это не решила но настроение себе они точно подняли ну что же а вот еще есть одна удивительная новость из интернета волонтеры в магадане спасли собаку которая ждала своего хозяина целых два месяца а прям на улице на морозе люди конечно же неравнодушные и подкармливали но хорошо что нашли хозяев и таким образом спасли эту собачку действительно очень жалко что ее бросили но здорово что нашли людей которые будут теперь заботиться о ней вот извините не удержусь от каламбура магадантика получается какой-то целый ну напомнила знаменитый сюжет только вот в оригинале собака к сожалению дождалась а тут happy end все как положено да действительно и все-таки мы в ответе за тех кого приручили и нужно всегда это помнить я думаю что таким принципом руководствуется у нас в зоу уголке симферополя ну и более подробно мы об этом узнаем из нашего следующего сюжета который подготовила для нас анастасия бойко смотрим пустые дорожки и аллеи одинокие аттракционы детский парк в крымской столице тоже на самоизоляции но ко встрече первых гостей готовится уже начали бегунь и георгины сальви и бархатцы несколько тысяч растений высадят на аллеях детского парка их гости смогут увидеть уже после окончания карантина работы возобновились и на поляне сказок вскоре художники раскрасят героев сказок пушкина в яркие цвета знакомые из детства почти каждому жителю крымской столицы ворота зоу уголка сегодня крепко закрыты на замок однако несмотря на табличку карантин там за воротами продолжает кипеть жизнь анна коврова ежедневно работает с лошадьми объезжает животных которые никогда раньше не возили людей с этим конем тренируются уже больше месяца еще одно животное учится октября так здесь готовится к созданию нового аттракциона для юных посетителей мы хотим открыть прокат детский хотим катать на карете на лошадях верхом у нас заезжен уже ослик у нас заезжен уже пони стараемся держать их форме чтобы к открытию снятию карантина у нас все было хорошо и чтобы порадовать и деток и население нашими красивыми лошадьми тут же мастерская тоже не пустует доски и кованые основания сотрудники превращают новые скамейки для скверов крымской столицы скоро обновят 16 штук ремонт в разгаре и в самом за уголке у обезьян им установили новые аттракционы а фасад клеток спасают от разрушения жилища других обитателей ежедневно чистят от грязи и мусора питание по расписанию мы попали на завтрак леопард уже получил свою порцию мяса а вот пернатым только принесли угощение не завтрак целый пир собираются всей компании тут и городские голуби которых сотрудники парка ласково зовут квартирантами зоопарк у нас живет своей жизнью они также кормятся также отдыхают также гуляют также у них чистят рацион у них совершенно не поменялся как кормили мы раньше при посетителях так и сейчас они получают свою норму мясо овощи фруктов не забываю звериницы его почитатели передают животным лакомства предприятия присылают черный хлеб его животные едят с удовольствием анастасия бойко рустам файзулин утро нового дня но как видим карантин это не повод унывать не в коем случае и как доказательство тому наше следующее видео да давайте посмотрим потому что очередной челлендж но уж очень и даже не знаю как это сказать впечатляющий значит смысл какой профессиональные каскадеры передают друг другу эстафету но каким образом буквально ударяя в экран телефона поэтому на склейке создается впечатление что они бьют друг друга и насколько комично они решают выйти из этой ситуации мы можем видеть прямо сейчас тут вот я уже даже помню удар бананом был но самое интересное что перед ударами они они даже руки антисептиком дезинфицировали вот так это правильно чтобы ничего не передать и да друзья это лишний раз очередной раз вернее напоминание нам что лучше уж половаться таким образом чем агрессировать по-настоящему потому что конфликт и нужно решать диалогом а вот по скажем так позаниматься спецэффектами дома в этом ничего страшного и нет вовсе да ну мы хотим отметить что при выполнении трюков ни один герой не пострадал но если вы не профессионал то все-таки не повторяйтесь не пытайтесь повторить это самостоятельно у себя дома конечно потому что элементарно можно разбить как минимум камеру телефона потому что смотри удар достаточно резкий сильный я думаю если случайно попадешь до свидания телефона можно не рассчитать конечно пока сидишь на самоизоляции пойти и поменять вряд ли получится вот придется с разбитой камерой находиться действительно ну и самое главное что спортом уже можно заниматься и даже выходить из дома скорее всего уже на днях можно будет заниматься на спортивных площадках об этом говорили на заседании оперативного штаба но все подробности мы еще узнаем сегодня напоминаем что мы ведем прямую трансляцию конечно расскажем обо всем да что уж там даже о личном опыте вот кать честно фортепиано значит да рассказывай занимаешься ли дома спортом спортом дома я занимаюсь и мне в этом очень помогает и стимулирует меня мой муж он говорит катя все давай будем заниматься будем приседать будем делать выпады обязательно так что спасибо ему большое что он помогает мне вот поддерживать себя в форме но ты занимаешься я занимаюсь так как могу но могу не всегда в первую очередь не всегда могу себя заставить за что мне искренне стыдно перед самим собой же перед другими конечно за такие вещи стыдно быть не должно но во вторых время все таки распределяется иногда удивительно вот казалось бы сел делать какое-то дело и решил ну через часик точно поджимаюсь как минимум а уже вечер как это работает не представляю такая вот самоизоляционная магия кстати знаешь мой муж тоже посмотрел вот подобные видео где один молодой человек берет на руки свою девушку или супругу и приседает вместе с ней вместо штанги и использует и мне он тоже говорит слушай катя давай тоже так сделаем а я вот как-то не решаюсь мне кажется что это все таки не очень безопасно но мне кажется что он скоро меня уговорит все таки это сделать мудра ты катя и совершенно верно говоришь потому что друзья заниматься ничем что требует специалитета не общаясь и не консультируясь при этом со специалистом нельзя любой дополнительный вес это нагрузка которая может быть грамотной и совершенно неграмотной и неуместной поэтому пока что работаем собственным телом используем инвентарь только из доступных средств но ни в коем случае не сильно тяжелый бережем себя потому что поверьте схватит спину не то что спортзал ходить не сможете а в целом застрянете но я не знаю на больничном да действительно это очень важно так что сейчас наши чемпионы наши профессионалы спортсмены расскажут как же правильно заниматься и об этом наша следующая рубрика работаем по стене с отягощениями у меня гампельки полтора килограмма работаем не спеша вольно двумя руками мы работаем без отягощения но уже бьем быстрее чем бились отягощения поехали мы совмещаем два предыдущих раунда полторы минуты мы работаем с гантелями полторы минуты без гантелей ну и заключительное в следующий раунд у нас скакалочка на этом все друзья спасибо что провели со мной эту тренировку берегите себя и своих близких доброе бодрое утро еще раз надеемся что вы уже не только встали своих кроватей но и на самом деле проснулись и взбодрились ну а те кто только проснулся ничего присоединяемся к нам вместе с нами встречаем утро нового дня потому что прямо сейчас вместе с вами да что уж там на ваших экранах ведущие артем андрановский и екатерина серегина и сейчас мы узнаем что же нас еще ждет это ближайшее время удержать бизнес на плаву власти крыма обновили список предприятий которые смогут вернуться к работе в мае кому разрешат возобновить деятельность узнавала татьяна балыкина настоящий джентльмен аккуратен во всем гардероб не исключение о том как навести порядок в шкафу расскажет александр кононов сохраним здоровье и фигуру полезные советы в рубрике зарядка чемпиона детский парк на самоизоляции чем занимаются сотрудники как чувствуют себя животные и какие сюрпризы ждут юных гостей парка после улучшения пид-обстановки расскажет анастасия бойко включение из евпатории ялты керчи и симферополя самые актуальные новости полуострова все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу утра нового дня оставайтесь дома артем ну расскажи пожалуйста вот у тебя бывает такое в последнее время ощущение как будто бы тебя переехал грузовик или ты слишком раздражительный или например тебе не хочется совсем есть и ты не понимаешь там вот мясо или это зелень вот не чувствуешь разница бывает у тебя такое хороший вопрос но начну по порядку нет не бывает особенно про грузовик что уж говорить про еду тем более нет потому что скажу по секрету это важная часть моего дневного скажем так ритуала слушай но это очень здорово потому что это значит что у тебя нету клинической депрессии которая по словам специалистов сейчас все больше распространяется из-за так скажем мер которые у нас введены из-за самоизоляции вот поэтому если у вас не дай бог такие так скажем проявления не нужно с этим медлить и нужно обязательно быстрее от этого избавляться специалисты советуют организовать для себя личное пространство чтобы никто вас не трогал из семьи и буквально несколько часов заниматься можно так сказать ничего не деланьем и конечно же почаще выглядывать в окно и наслаждаться прекрасной погодой знаешь это действительно важный вопрос потому что оставшись дома наедине с собой или даже наедине со своими близкими многие обнаружили удивительные переменные оказывается партнера уже терпеть не так просто допустим или оставаться со своими мыслями тоже не слишком комфортно хочется что-нибудь включить что-нибудь сделать погромче да более того это привело к тому что даже учитывая режим самоизоляции на данный момент правительство планирует знаю что разрешить людям подвергающимся домашнему насилию чему ли угодно нарушать режим самоизоляции и идти пешком без соответствующих документов но все равно идти пешком в соответствующие органы кстати я слышала что действительно домашнее насилие сейчас возросло где-то в два с половиной раза в россии это действительно большая цифра и она тревожная конечно это действительно печальная цифра я бы даже сказал потому что многие люди не понимают что любая их свобода должна заканчиваться максимум на кончике носа другого человека насколько близких бы отношениях вы не находились тем более учитывайте что если чтобы решить вопрос вам приходится применять агрессию значит решить этот вопрос вы не способны пробуйте по-другому ищите варианты а главное учитесь договариваться больше обнимаетесь больше улыбайтесь и больше общаетесь друг с другом я думаю что все вас обязательно будет хорошо да вот насколько волшебная ты настолько волшебные у тебя и советы надеюсь что объятия действительно помогут слушайте катю знает что говорит потому что думаю что сама очень любишь домашний уют ценишь комфорт да и сейчас проводишь побольше времени положительном ключе с близкими до стараюсь именно так проводить это время ну что же но некоторые вещи остаются у нас неизменными например потребности братьев наших меньших и я знаю что сейчас я имею ввиду не только о еде не только о еде идет речь в некоторых зоопарках в принципе по миру животным приводят подключают точнее мониторы на которых отображаются картинки различных животных и таким образом они помогают вот тем постояльцем зоопарков провести время более что ли положительные весело не знают для них это на них это хорошо влияет хороший вопрос конечно ты сейчас подняла потому что тема ну правда интересная что уж там не буду скрывать давайте подумаем вместе сейчас вот почти все человечество сидит в режиме самоизоляции по сути говоря в клетке правда которую мы построили себе сами и даже имея возможность общаться с другими выходить в магазины даже в аптеку мы все равно чувствуем себя в заперти возможно настало время подумать о том что братья наши меньшие заслуживающие наше уважение нуждаются нисколько в качественной кормежки и выходит сколько вправе на свободу да это действительно так и люди где-то даже каким-то образом возможно почувствовали себя вот где-то приближенно как чувствуют наши животные поэтому друзья никаких полумер думаем не только о себе но и о наших ближних и не всегда эти ближние это двуногие поэтому давайте научимся заботиться об окружающей среде правильно и поймем что то что хорошо для нас не всегда полезно для других но вот кстати о том что полезно в данном режиме для животных которые уже оказались в такой ситуации знают не только сотрудники зоопарков но и некоторые наши корреспонденты да и анастасия бойко расскажет все подробности пустые дорожки и аллеи одинокие аттракционы детский парк в крымской столице тоже на самоизоляции но ко встрече первых гостей готовится уже начали бегунь и георгины сальви и бархатцы несколько тысяч растений высадят на аллеях детского парка их гости смогут увидеть уже после окончания карантина работы возобновились и на поляне сказок вскоре художники раскрасят героев сказок пушкина в яркие цвета знакомые из детства почти каждому жителю крымской столицы ворота за уголка сегодня крепко закрыты на замок однако несмотря на табличку карантин там за воротами продолжает кипеть жизнь анна коврова ежедневно работать с лошадьми объезжает животных которые никогда раньше не возили людей с этим конем тренируются уже больше месяца еще одно животное учат с октября так здесь готовится к созданию нового аттракциона для юных посетителей мы хотим открыть прокат детский хотим катать на карете на лошадях верхом у нас заезжен уже ослик у нас заезжен уже пони стараемся держать их форме чтобы к открытию снятию карантина у нас все было хорошо и чтобы порадовать и деток и население нашими красивыми лошадьми тут же мастерская тоже не пустует доски и кованые основания сотрудники превращают новые скамейки для сквера в крымской столице скоро обновят 16 штук ремонт в разгаре и в самом за уголке у обезьян им установили новые аттракционы а фасад клеток спасают от разрушения жилища других обитателей ежедневно чистят от грязи и мусора питание по расписанию мы попали на завтрак леопард уже получил свою порцию мяса а вот пернатым только принесли угощение не завтрак целый пир собираются всей компании тут и городские голуби которых сотрудники парка ласково зовут квартирантами зоопарк у нас живет своей жизнью они также кормятся также отдыхают также гуляют также у них чистят рацион у них совершенно не поменялся как кормили мы раньше при посетителях так и сейчас они получают свою норму мясо овощи фруктов не забывают звериницы его почитатели передают животным лакомство предприятия присылают черный хлеб его животные едят с удовольствием анастасия бойко рустам файзулин утро нового дня артем ну расскажи ты вообще расстроен из-за того что олимпиаду пришлось перенести в этом году нет знаешь не расстроен потому что я считаю что пожертвовать малом ради сохранения большего это правильно в шахматах это даже называется гамбит поэтому можно тем более что в россии изобрели квартире аду 2020 это такая акция на изобретение карантинного вида спорта например люди прыгают высоту со шваброй метают луковицы в кастрюлю или бегают с бытовыми препятствиями и выкладывают эти видео в соцсети представляешь тогда ты знаешь мне даже захотелось придумать что-нибудь свое может быть даже зрители нам помогут и когда-нибудь попадут в нашу рубрику когда мы рассказываем про новости но я вот думаю наверное еще можно гуашку рубашек на скоро сделать да а знаешь еще можно сделать керлинг интерпретацию такую натирать полы очень быстро и мне кажется так можно убить сразу двух зайцев особенно если есть кот домашний берешь кота и вот это катит а ты быстренько аккуратненько со шваброй ну что принципе работает знаете чего только не придумаешь лишь бы бы становился приятным действительно так и руки накачать можно и полы помыть в общем по моему только одна польза от этого да потом еще знаешь можно вести спортивное чтение спортивное саморазвитие спортивную кулинарию и вот ты уже настоящий спортсмен домашних занятий ну а если серьезно то спортом заниматься конечно же полезно важно и нужно и наши спортсмены расскажут как же это делать правильно смотрим нашу следующую рубрику работаем по стене с отягощениями у меня гампельки полтора килограмма работаем не спеша вольно двумя руками мы работаем без отягощения но уже бьем быстрее чем бились отягощения поехали а мы совмещаем два предыдущих раунда полторы минуты мы работаем с гантелями полторы минуты без гантелей ну и теперь заключительный шестой раунд на скакалочка ну и 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 ум Sunny ну мы в Великобритании. И на этой марке была изображена королева Виктория. Ну, вот сейчас письма, мне кажется, почти никто не пишет в очень редких случаях. Как ты думаешь? Да, ну, как сказать, электронные-то пишут довольно-таки часто. Я думаю, что вообще существует, видимо, отдельная группа людей, общающихся именно в электронной почте, потому что мы-то привыкли в мессенджерах, да? Быстро что-нибудь напечатал и отправил. Но вот эпистолярное искусство постепенно увядает. Я, впрочем, уверен, что остались последние рыцари романтизма, которые все еще борются и отчаянно защищают это искусство. И не зря. Мне кажется, это красиво. Я тоже так считаю, но на самом деле, с другой стороны, это круто и классно, что мир не стоит, так скажем, на месте, и появляются все новые технологии. Мы можем связаться с нашими близкими и родными даже по видеосвязи. И также мы можем связаться с нашим корреспондентом Стефаном Филатовым. Он может связаться с нами, как только будет готов. Кстати, прямо сейчас Стефан снова здравствуй, рассказывай. Доброе утро, Артем и Катя. С утром нового дня. Все, кто уже успел проснуться, присоединиться к нашему эфиру. А я напоминаю, что до главного праздника страны всей нашей остаются считанные дни. Уже 6 мая, дорогие наши телезрители, уважаемые. Ну и прежде всего хочу сказать, что... Об этом поговорим чуть позже, но сейчас хочу сказать, что погода, кажется, что с каждой минутой только улучшается. Становится теплее. Все цветет. Симферополь цветет. И зависит это, что интересно, не только от погоды, не от того, что уже у нас скоро лето. Последний весенний месяц начался. И во многом это зависит от того, что... Посмотрите, какие конструкции появляются по городу. Тематические площадки, фотозоны. И они, конечно, являются, как по мне, так главным украшением города. Да и, в принципе, всего полуострова. В это время в Симферополе практически в каждом районе очень много таких конструкций появилось. И здесь нужно отметить, что городская администрация потратила на установку вот этих всех конструкций порядка 9 миллионов рублей. Выглядит это все просто великолепно. Конечно, если вы сидите дома, то наслаждайтесь этим всем великолепием только со своих экранов. Тем не менее, если уж вы по работе, быть может, проходите где-то в этих районах, но все-таки никто не осудит, если вы сделаете небольшую памятную фотографию. Движемся дальше. Также напоминаю, что все акции, которые запланированы, которые традиционно проходят в России и в Крыму, также в этом году состоят, правда, в режиме онлайн. И одна из самых масштабных, самых знаковых акций тематических, это, конечно, шествие Бессмертного полка, которое, акцентирую внимание, опять же, состоится онлайн. Для этого нужно перейти на сайт 2020.polkrf.ru. Там зарегистрироваться все очень быстро, все очень просто. Отсылайте фотографию своего героя, своего семейного героя, если дед, прадед, может, ваш воевал. Если есть старые фотографии, но нет их в цифровом формате, то это тоже не беда. Сейчас есть масса способов, как отцифровать это фото. И заливайте эту фотографию на сайт, указывайте все данные своего героя и обязательно указывайте свой адрес почты, потому что туда придется общение, где будет указано, в какое время 9 мая покажут именно вашего личного семейного героя. Поэтому не упускайте возможность. Обязательно принимайте участие в Бессмертном полку, как делали на это наверняка раньше. Ну и я напоминаю, всего три дня остается до главного праздника страны. На этом у меня все, коллеги, передаю вам слово. Ох, Стефан, спасибо. И, как всегда, снова на шаг впереди. О чем это я? Расскажу сразу после небольшой паузы. Вот мы снова здесь с вами. Скажу честно, успел даже соскучиться. Знаю, вы тоже. Но придется еще немного потерпеть. Почему? А потому что наша следующая рубрика «Новости интернета». Житель Англии придумал новый способ соблюдения самоизоляции. Маску, которую он никак не мог надеть, заменил собственной бородой. После чего 64-летний байкер стал похожим на анимационного персонажа, что его совершенно не смутило. Главное, удобно. Конечно, такой аксессуар получится носить не всем, но идея стоящая. Пандемия. Как время ставить рекорды. Два друга из США в течение 30 секунд перебрасывали друг другу надувной мяч. Приятелям удалось сделать 84 пасса. Этот результат тянет на рекорд. Видео отправили на рассмотрение в Гиннессовский комитет. Открыть свой аквапарк не проблема. В Нидерландах папа сделал настоящий подарок своему ребенку. Для этого ему потребовалось немного фантазии. И вот двухлетний малыш мчится по воображаемой горке. Милый видеоролик собрал большое количество просмотров и стал пособием для родителей, которые уже не знают, как развлечь своих детей. В Китае детям вновь разрешили посещать учебные заведения. Однако правила соблюдения дистанции никто не отменял. Руководство школы выдало каждому необычную шляпу. По их словам, такие головные уборы должны помочь соблюдать нужное расстояние. Выглядит это достаточно комично. Если вам срочно нужно выйти в магазин, но дома не нашлось защитной маски, это видео для вас. Житель Испании открыл новую, а главное полезную функцию прозрачной крышки от сковородки. Мужчина закрепил ее перед своим лицом с помощью капюшона. Простой лайфхак для всех, кто боится заболеть. Деликатес не по размерам. Морская свинка намучилась со своим любимым лакомством. Большая морковь никак не проходила в доме грызуна. Вместо того, чтобы помочь своему любимцу, хозяева просто засняли процесс на видео. Проблему это не решило, но настроение себе они точно подняли. Ну что же, вот такую оригинальную подборку мы увидели из разных уголков мира. А в России в эти дни проходит акция «Окна победы» в преддверии 9 мая. И все подробности мы сейчас узнаем у главы Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергея Селимова. Он с нами на прямой связи со студией. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что же все-таки это за акция? Она ведь впервые проводится. Вы знаете, в преддверии празднования 75-летия хочется сказать о том, что многие акции пройдут в новом формате и, по сути, будут впервые. Конечно, мы столкнулись, весь мир столкнулся с новыми реалиями. И поэтому те формы, которые мы сейчас выбираем для работы, отдыха, это все новое. И я надеюсь, очень интересно. Акция, которую сейчас мы предлагаем стартовать всем, это «Окна победы». Это активность, которую можно проводить дома, поднимая себе настроение, поднимая настроение всем вокруг, а также переносить ее в виде флешмоба в онлайн-режим. Для того, чтобы присоединиться к акции, надо выбрать окошко, украсить его по своему разумению теми или иными символами победы, после этого с хэштегами выложить в своих соцсетях, после чего зарегистрировать и тем самым присоединиться к акции. Учитывая, что свободного времени достаточно много у всех, я думаю, что такая активность доставит удовольствие, а главное присоединит всех, кто каждый год отмечает этот великий праздник, к этому празднику, но в новом формате. Кстати, я на сайте видела трафареты, скажите, их же можно использовать, правильно? Все верно. Подготовлена часть трафаретов, но это никак не ограничивает творчество. Мы же понимаем, что в новогоднюю пору и в другие поры, в осеннюю, особенно дети часто украшают свои окна. И поэтому сейчас не надо прям сильно ограничивать творчество и людей, и детей, и всех, кто хочет присоединиться. Надо дать возможность себе поучаствовать ярко и интересно. Да, трафареты, конечно, можно использовать, они есть на сайтах, их скидывают в соцсетях, без проблем их можно сейчас найти. Так что присоединяйтесь к акции. В общем-то, простор для полета фантазии просто неограниченный. Поделитесь, пожалуйста, сами свое окно украшать планируете? У меня двое детей, этим занимаются они. Уже все, как сказать, в ходу, да? Украшать начали. Все верно. А как вы считаете, вот, например, в следующем году сохранится ли такая акция вот в таком новом, так скажем, формате? Все зависит от участников и от желания. Мы же понимаем, что присоединившись один раз, получив удовольствие от участия в акции, ты уже не станешь от этого отказываться. Уверен, что и через год украшение окон в честь победы станет традицией. Ну что же, спасибо вам большое. Желаем вам успехов и, конечно же, крепкого здоровья. Вам спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Знаешь, интересно будет потом перейти по хэштегу и посмотреть, какие же креативные идеи пришли пользователям сети в голову. Потому что уверен на 100% трафаретами дело точно не закончится. Это точно. А тем временем 98-летняя жительница Петербурга Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, собрала около миллиона рублей на поддержку российских врачей. И знаешь, как она это сделала? Так, интересно. Она стала выпускать ролики в соцсети. Ей помогает внучка. Они сейчас как раз проводят время на даче. И там записывают эти видео. Видео, она делится своими воспоминаниями о войне. Эти видео набирают очень много просмотров. И таким образом получается собрать деньги и поддержать медиков. Очень благое дело, очень хорошее. И вот действительно такой хороший пример для нас всех. Да, знаешь, совершенно правильно. Потому что доброта спасет этот мир. Но знаешь, что еще мир должно спасать? Конечно же, красота. Знаю, конечно. Красота. Так давайте посмотрим следующую рубрику. Может быть, научат чему полезному. Носогубные складки Носогубные складки – это естественные изменения строения лица, которые связаны с нашей мимикой. Чем больше вы улыбаетесь, тем быстрее они проявляются. Кроме того, носогубные складки более выражены у очень стройных девушек, поскольку подкожного жира у них гораздо меньше. Спровоцировать появление носогубных складок могут также резкое похудение – более 5 килограммов, привычка спать на животе и обильное питье перед сном. В сегодняшнем ролике мы поговорим о том, как можно бороться с носогубными заломами без уколов и хирургического вмешательства. За носогубные складки отвечают мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа, мышца, поднимающая верхнюю губу, мышца, поднимающая угол рта. Вместе они составляют квадратную мышцу всей губы. Спазмированные, укороченные сколовые мышцы подергивают среднюю часть носогубной складки. Оттянутая к низу мышца, опускающая угол рта, создает нижнюю часть носогубок. Если мышцы в гипертонусе, то их надо разглаживать и расправлять. Для этого есть несколько массажных приемов и упражнений, о которых мы и расскажем. Все упражнения можно выполнять как стоя, так и сидя. Перед началом обязательно вымойте руки и очистите лицо. Контролировать технику лучше перед зеркалом. Упражнение номер один. Сильно надуйте щеки и медленно выпустите воздух. Повторите 20-30 раз. Упражнение номер два. Указательные пальцы ставим рядом с уголками глаз, большие у крыльев носа. Слегка зажимаем мышцу на 30 секунд, сразу с двух сторон. Это может быть не очень просто. Чтобы облегчить задачу, можно выполнять салфетками. Спустя полминуты опустите мышцы и растяните пальцами зажим в течение 2-3 секунд. Упражнение номер три. После второго упражнения без промедления переходите к третьему. Откройте рот, как будто вы пытаетесь очень четко произнести звук О. Поставьте указательные пальцы у крыльев носа, там где начинается залом. Чтобы найти эту точку, достаточно улыбнуться. И начинайте массировать эти точки в течение минуты, таким образом, как будто хотите отодвинуть их от носа. Упражнение номер четыре. Это упражнение стоит пропустить тем, у кого на лице есть купероз. Всем остальным можно выполнять. Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Указательные пальцы возле крыльев носа. Рот открыт в звуке О. Но теперь мы еще дополнительно будто бы роняем голову на пальцы и продолжаем массаж в течение минуты. При регулярном выполнении вы начнете замечать, как носогубки исчезают с вашего лица. И, конечно же, лучше всего эти упражнения действуют в комплексе с работой на шею и осанку. Надеемся, видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр. И помните, вы прекрасны. А мы лишь помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. Артем, вот как ты считаешь, у кого в гардеробе насчитывается более миллиона вещей и несколько тысяч пар обуви? Как ты считаешь? Ну, точно не у меня. И, надеюсь, не у тебя. Не у меня и не у тебя, но у Филиппа Киркорова. И он-то же эти вещи начал распродавать. Но чтобы выглядеть хорошо, одеваться прекрасно, не обязательно иметь миллион вещей в своем гардеробе. И в этом убедился наш корреспондент Александр Кононов. Его следующий сюжет. Один из признаков джентльмена – это порядочность во всем и даже в гардеробе. А самоизоляция – это прекрасный повод для того, чтобы перебрать свои вещи и аккуратно их разложить. Наверняка у каждого есть такие вещи, которые он не носил лет пять, а то и десять. А может быть и вообще забыл об их существовании. С ними нужно расставаться. Внимание! Следующая сцена содержит много эмоциональных порывов и душевных терзаний. Особо впечатлительным – просьба. Прильнуть к экрану. Всем привет, я Денчик. Привет, Денчик. Привет, женек. Пойдем гулять? Нет, самоизоляция, забыл что ли? А-а-а! Ну и ладно, пойду гулять сам. Отдает. Э, вы что тут собрались гулять? Пять тысяч штраф по боям! А-а-а! Сидите дома и не нарушайте самоизоляцию. После того, как вы опустошили все полки и выкинули ненужные, оставшиеся вещи следует скомбинировать по цветовой гамме и стилю. То, что не подошло – убрать до лучших времен. Оставшиеся и есть капсульный гардероб. Универсальная темно-синяя пайта, белая футболка, сочетается с этими джинсами. Также сюда подойдет и гольф. Ну а для парадного выхода – рубашка. Для завершения образа можно добавить немного аксессуаров в виде ремня, часов или очков. А напоследок не стоит забывать и про обувь. Тут будут уместны черные туфли, белые кроссовки. Лично я предпочитаю черно-белые кеды. А те, кто сомневается в правильности подбора комбинации, могут обратиться к профессиональному стилисту. Здесь достаточно активный принт, и он немножко, знаешь, все-таки идет в такую стрит-стайл. Рубашки, кстати, отличные рубашки, по-моему, все будут сочетаться со всеми. И с темными брюками, и со светлыми, и с джинсами. Используя его рекомендации, вы справитесь с этой задачей максимально быстро. Такой гардероб и место вам сэкономит, и вещи лежат аккуратно, и время вы много не потратите, собираясь на работу. Александр Кононов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Ну а с таким налаженным гардеробом выделиться бы, да, на море погулять. Конечно, пока что нельзя. Поэтому в связи с этим предлагаю связаться с нашим корреспондентом из Евпатории Дианой Дайвой. Тем более, что она расскажет нам о важном мероприятии и сложившейся ситуации. Доброе утро. Доброе утро. Студия, коллеги, действительно, по поручению штаба Совета Министров Республики Крым подразделениями Главного управления МЧС России по Крыму проводится масштабная дезинфекция объектов Крыма Автотранса в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Всего в республике запланирована обработка 15 объектов. Это 4 автовокзала в Симферополе, в Ялте, Керчи, Евпаторе и 11 автостанций. К работе будут привлечены 9 специалистов и 2 единицы специальной техники. Общая площадь обработки составит 20 тысяч квадратных метров. Для дезинфекции используют специальный мобильный комплекс вместимостью 5,5 тонн. В нем будет приготовляться хлоросодержащий раствор. Кроме того, будут использованы ручные распылители. В таком формате работа проводится впервые с применением специализированной техники. Проводится обработка не только внутри помещений автовокзалов и автостанций, но и прилегающей к ним территории. До этого сотрудники предприятия справлялись с собственными силами и только внутри помещений. Каждые 2 часа и сейчас проводится обработка мест сотрудников, кассиров, диспетчерских, а также обработка полов, поручней и дверей. Я отмечу, что сотрудники МЧС к обработке этих объектов также привлекаются впервые. Стоит отметить, масштабная дезинфекция будет проводиться регулярно в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе. На этом у меня все, коллеги. Я передаю вам слово. Желаю вам хорошего дня и настроения. Спасибо большое, Диана. Мы желаем того же и тебе и хотим поблагодарить тебя за такую полезную информацию. А также мы благодарим нашего партнера. Да, совершенно верно, потому что мы находимся в нашей уж очень уютной студии, в том числе благодаря Greenwood Development. Спасибо. А тем временем правительство России выделило Крыму 56 миллионов на поддержку бизнеса. Такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Конечно же, это из-за ограничений в связи с распространением коронавируса. Очень полезно и очень уместно нашему бизнесу. Правильно, потому что нужно работать со всех фронтов, так сказать, да? Со всех сторон. Потому что важно не только ограничивать, но бизнес еще и поддерживать. Да, это точно. Но более подробно в этой теме разбиралась наш корреспондент Татьяна Балыкина. И все она расскажет в своем материале. Закрытые двери и таблички с надписью «Аренда» на месте когда-то популярных заведений. Весна 2020-го ощутимо ударила по бизнесу. И пока одним предпринимателям пришлось приостановить производство, другие спасаются как могут. Рестораны общественного питания вручает доставка. Дистанционно из колл-центра заказ приходит шеф-повару на кухню и сотрудникам на кассу. Готовый продукт упаковывают и передают курьеру. Доставляют еду в вот таких термосумках, чтобы довезти клиенту еще горячей. В таком режиме общепиты работают второй месяц подряд. Во время вынужденных каникул появилась возможность изучить потребности клиентов и обновить меню. Мы проговорили все со всеми поставщиками, чтобы у нас был определенный запас. Мы сразу просчитали, что у нас, где будет какой-то спад. Спад в любом случае был. Но мы постарались минимизировать абсолютно все затраты и сделать так, чтобы гость не заметил того, что у нас есть какие-то проблемы. Бизнесмен Анатолий Тарасенко уже сейчас понимает, после кризиса не все его офисы вернутся к работе. Только за один месяц турфирма понесла миллионные потери. Но надежды заработать не теряет, делает ставки на летний сезон. Готовим даже некие туры эконом-сегмента, потому что понимаем, что, возможно, покупательная способность у людей где-то снизится. То есть мы реалисты, и поэтому сейчас готовим почву и надеемся, что очень скоро все закончится. Николай Казаченко перепрофилировал свое производство за считанные дни. Вместо одежды в цеху шьют медицинские маски. Временная альтернатива помогла защитить бизнес от кризиса. Как минимум, рабочие места сохранили, зарплаты сохранили и коллектив не распустили. Есть, конечно, интернет-продажи, то есть это неоднозначно есть, но они упали. Например, если было 100%, то сейчас на сегодня 15-20 максимум. Если не заработать, то хотя бы удержаться на плаву. Следует этому принципу и Вячеслав Ситников. Он занимается ремонтно-строительным бизнесом. Как только объявили режим повышенной готовности, сотрудников перевел на удаленную работу. Если раньше мы занимались ремонтами квартиры, скажем так, в большем объеме, то сейчас это резко сократилось. То есть раньше мы могли одновременно ввести 5-6-7 объектов, то сейчас это 1-2. Вырученных средств хватает только на аренду помещения и зарплаты сотрудникам. Чтобы помочь предпринимателям, крымское правительство разработало новые меры поддержки. Было выделено более 200 миллионов рублей на то, чтобы выдавать как раз кредиты нашим предпринимателям. Под льготный процент было принято решение по муниципальному и государственному имуществу освободить наших крымских предпринимателей от выплаты данной арендной платы в апреле. И я думаю, что эта мера сохранится еще и на май. 1 мая с вынужденных каникул вернулись салоны красоты, сервисные центры, ателье, химчистки, магазины, автозапчастей и стройматериалов. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Ну что же, действительно, эти предприятия начали работать. И ты знаешь, Артем, я вот буквально на днях была в салоне красоты, подрезала там кончики. И хочу тебе сказать, что действительно все меры были соблюдены. Я пришла, мне измерили температуру. Все сотрудники были в масках, в шапочках, в бахилах, в халатах, которые им необходимы. И в принципе в одном помещении была я одна, так что могу сказать, что действительно нормы соблюдают, потому что это проверяют, ходят проверки. Да уж, так и непонятно, пришел подстричь кончики или сдать анализы, знаешь, потому что процедуры теперь фактически идентичны. Но это правильно. Все стерильно. Они большие молодцы, выполняют ответственную работу. Да, ну и большие молодцы, конечно же, наша редакция новостей. И сейчас мы узнаем, как же у них дела, потому что с нами на прямой связи Анна Нечуговская. Аня, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, коллеги, рада вас видеть. Расскажи, пожалуйста, все ли уже в редакции у вас выпили кофе и помчались на съемки? Да, коллеги, у нас уже все в редакции и выезжают на съемки, кто-то еще только собирается, но работа уже кипит. Ну, чем сегодня вы нас порадуете, что будете рассказывать? Ну, и сегодня мы расскажем, как крымчане готовятся ко Дню Победы в онлайн-режиме, покажем также репетицию воздушного парада в Севастополе и узнаем, как изменится наша жизнь с 12 мая. Снимут или продлят ограничения? Оставайтесь с нами, будьте в курсе всех самых актуальных новостей полуострова. Я вам желаю хорошего настроения и замечательного дня, коллеги. Спасибо большое, Аня. Тебе того же желаем и еще, конечно же, крепкого здоровья. И прекрасного эфира. Благодарю вас. Да, ну, все. Да, знаешь почему? Потому что наш эфир как бы не хотелось, но уже подошел к концу. Но вот печалиться точно не стоит по одной простой причине. Знаешь, по какой? По какой. Потому что мы вернемся сюда завтра. С вами была прекрасная Екатерина Серегина. И Артем Андроновский. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!